Доброго времени суток подписчикам моего YouTube канала, с вами как всегда ваш любимый Tofik Dipses. Приступим, друзья, сразу к делу. Пару месяцев назад я предложил некоторые обновления для проекта Evolve RP. Показал обновления, конечно же, скриптерам. Почему скриптерам? Потому что скриптеры делают обновления на сервер. Скриптерам эти обновления очень понравились. Но скриптеры мне сказали, чтобы эти обновления одобрили, нужно сначала написать спецадминистратору, отвечающему за ТЗ. ТЗ — это технические задания. Технические задания — это и есть обновление проекта. То есть после того, как спецадминистратор дает скриптерам ТЗ, тогда они только и делают обновления. То есть мое мнение, если я вот написал бы там типа «Эй, Вася, сделай обновления на сервер». Он говорит «Да, классно, я их добавлю, нельзя так». Нужно сначала показать эти обновления спецадминистратору, что я, конечно же, и сделал. И что вы думаете? Какой я получил ответ? «Хочу добавить свое. Своё я имел в виду обновление. Не нужно, так они годные. Ну потому что у нас давно свои планы не реализованные. Обновления — это наша работа, и планы есть свои. Я сейчас буду пацаны бомбить или девочки, так что пристегнитесь. Начинаем разъёк. Наверное, вы, блядь, добавили охуенный маппинг на автошколу. И, наверное, вы добавили охуенный маппинг на госпиталь. Это же так невъебически охуенно и модно. Наверное, маппинг, блядь, это что-то новое. Это пиздец. Как же, блядь, охуенно. Маппинг — красава. Я ни в коем случае не критикую, что Evolve нихуя не делает. Они реально что-то делают. Я сейчас даже покажу список обновлений, которые они сделали, ну, пару дней назад. С ихней группы ВКонтакте я его возьму. И то, что вы там делаете новый маппинг в ЛСПД, блядь, исправляете какие-то там ошибки, нам поебать на ваш ЛСПД, вы понимаете? Мы там не сидим, нахуй. Нам похуй на ваш маппинг, вы понимаете это? Мы хотим видеть, блядь, нормальные полезные обновления, блядь, которые я вам хотя бы сейчас продемонстрирую. Самый, наверное, интересный вопрос, который бы мне задал бы сейчас умный человек, который смотрит это видео. Саня, блядь, зачем ты это все высказываешь? Тебе же отказали в твоих обновлениях. Они, получается, ж говно, да? Нет, блядь, ребята, прикиньте. Данный спецадминистратор даже, блядь, не захотел слушать мои обновления. Просто он даже не знает, какие они. Он просто сказал то, что обновления — это наша работа. Все, твое мнение идет нахуй. То есть ты не нужен, блядь, никому нахуй. То, что ты, блядь, обычный игрок, это никого не ебет. То, что в твоей голове есть какие-то хорошие идеи. Они нахуй никому не надо. Мы будем делать то, что мы хотим. А ты, блядь, дальше просто играй. И наслаждайся то, что мы делаем. А вас не волнует то, что даже обычный человек, который играет на сервере, может, блядь, подать такую охуенную идею в плане обновления проекта, то, что ваш онлайн поднимется еще выше. Вы об этом не задумаетесь то, что обычный игрок тоже может что-то посоветовать охуенное. Почему вы забиваете хуй на обновления, которые вам советуют игроки? Приступаем к обновлениям. Сразу хочу предупредить то, что мои обновления не масштабные. Они не изменят сервер никак. Это просто обычные команды, которые упростят людям на проекте жизнь, а особенно гетовцам. Первое обновление — Gangstats. Это просто обычная команда, которая будет показывать онлайн другой или иной банды и показывать, сколько у них количества территорий. Потому что, блядь, я захожу на сервер, я не знаю, блядь, у кого сколько территорий, я не знаю, у кого какой онлайн, кого мне, блядь, коптить, кто сильнее. Можно, пожалуйста, сделать команду Gangstats? Это, блядь, не масштабное обновление. Это легко. Гетовцы, пожалуйста, ставьте лайк на этот видеоролик, если вы со мной согласны. Напишите комментарий. Да поддержите вы меня. Если не вы, мое мнение нахуй пойдет. Вы понимаете то, что мы с вами можем что-то поменять? Наше мнение очень важно. Идем дальше. PayGang — это обычная команда для лидера или девятого ранга, которая будет выдавать зарплату всем, кто находится в онлайне. Вот, например, прошел капт. Надо выдать зарплату всем. Почему, блядь, нельзя просто прописать PayLSGang 50 тысяч? И тебе выдается такое окошко. Вы хотите выдать всей банде по 50 тысяч. То есть в онлайне 30 людей. И там суммируется определенная сумма, которая снимется с твоих рук. Понимаете то, что это упростит задачу лидерам, девятым рангам. Не надо будет собирать строй по 100 человек и писать Pay, блядь, по 50 тысяч выдавать. А потом еще пидорасы будут по второму кругу вставать в строй и говорить, а ты мне не дал зарплату. Блядь, жеза, нахуй, согласитесь. Почему нельзя просто добавить команду PayLSGang, например, из твоих рук будет сниматься 50 тысяч каждому человеку. Да, это срок у тебя снимется, если, например, 30 человек в онлайне, это снимется 1,5 миллионов. То есть из твоих рук снимается 1,5 миллионов, и всем выдается по 50 тысяч, кто в сети. Все, блядь, всем зарплату выдал, всем свободный, охуенный капт был. Всем понравилось. Согласны со мной? Ставьте лайк. Третье обновление. Тайм каптуры. Просто, блядь, жеза полная. Я захожу на сервер, а когда капт? А когда капт? А когда капт? И все такие, та через час, та через два, та через три. Да можно, блядь, просто добавить команду тайм каптуры, блядь, и я узнаю, когда капт. Или через 20 минут, или через два часа. Когда мне, блядь, в игру заходить? Я хочу покоптиться, нахуй. Пожалуйста, блядь, поддержите этот видеоролик лайками, блядь, чтобы дошло, блядь, администраторам наши, блядь, мини-обновления, которые нужны нам, блядь. Согласитесь, они реально полезные. Новые скины для бан. Думаю, здесь вообще никому не надо ничего объяснять. Вы сейчас видите у себя табличку на экранах, какие скины нужно добавить. Кому интересно, вы можете загуглить и до этих скинов, и посмотреть, какие я хочу скины куда добавить. Объясню, зачем это обновление. Потому что в банде, блядь, три скина, нахуй, три скина. В онлайне всегда в банде около 70 человек. Это минимум, вне капта. На капте 150 человек. Сука, все близнецы бегают. Вы понимаете это, блядь? 300 скинов, нахуй, в GTA. Да добавьте вы хотя бы еще по два на банду, чтоб пять, блядь, клонов бегало. А то, сука, бегают два-три клона и пиздец. Это неинтересно, вы понимаете. Это обновление со скриптерами тоже рассматривал. Они сказали, нету смысла, потому что выйдет 0.38. Но как 0.38 не выйдет? Будьте любезны, добавьте, блядь, новые скины. На Ацтек, нахуй, добавьте Цезаря, блядь. Он в одиночке, нахуй, был. Дед, сука, Цезарь. В бинка за 2 миллиона продается. Нахуя мне он в бинка за 2 миллиона. Он, блядь, Ацтек, он должен быть в Ацтеке. Дискин Синдака, лидер Рифы, нахуй. Нету, блядь, лидера Рифы, нахуй. В бинка, сука, продается ваш лидер Риф. Добавить на район банд 2 мясовозки и сделать ее с 8-го ранга. То есть, когда человек захочет сесть в нее, если он не 8-й ранг, его с нее будут выкидывать. Потому что, вы понимаете, блядь, всякие, сука, пидорасы, печеньки ебаные, берут мясовозки, нахуй, и такие разъезжают, блядь, по Каллигуле. Понимаете? А потом, когда кап, нахуй, где мясовозка, где мясовозка? А мясовозки, блядь, нету. Она где-то, нахуй, в Лас-Вентуросе, блядь. И ты, сука, охуевший, блядь. И добавьте, блядь, еще команду спаун кар лидер, чтобы лидер мог респануть все машины. Потому что я пошел на стрелу в мафии, это просто пиздец, блядь. Все, сука, бегут, нахуй, снимать машины за 1500 рублей, нахуй, вертов этих ебаных. Почему, блядь, нельзя, нахуй, сделать команду респкаров? Что, сука, сложно или что? Нахуя, сука, мафия, блядь, мафия, сука, понимаете, что такое мафия? Мафия это, блядь, опасные пацаны. А опасные пацаны бегут, нахуй, снимать все машины, блядь. Шо, нахуй? Добавить во все машины по 10 бензина. Во все. Потому что ты, блядь, заходишь на сервер, нахуй, ты вступил в какую-то фракцию, блядь. Все, пизда, забудь, что такое рулить. Все, ты не сядешь никогда за руль. Все, машины просто 0000, бенза, блядь. Ну же за, ну же за, согласись, блядь. Решил уехать куда-то, хуй тебе в жопу, блядь. Ты не уедешь, ноль бензина. А че, сука, сложно добавить 10 бензина, чтобы доехать до какой-то хоть ближайшей заправки. Это не сложно. Бизнесы СТО не упадут. На 10 бензина никто не станет бедным. А людям будет проще. Вы понимаете то, что каждая, сука, машина по ноль бензина. Почему не себя сделать? Вот, например, респается машина, вот ты ее взрываешь, да все, в ней 10 бензина, и ты едешь, куда тебе нужно. Ты далеко не доедешь. Ты доедешь до заправки, ты заправишься, и поедешь, куда тебе надо. И последнее обновление было посвящено. Ну, сейчас это уже пофиксили, но все же я расскажу. Возможно, это обновление и вам понравится, и создателю проектов. Максим, я знаю, что ты этот видеоролик посмотришь. Пожалуйста, проанализируй все обновления и подумай. Это обновление планировалось, когда сделали новую систему, то, что с плюсе не наносит урон, и, то есть, там один патрон в секунду. Короче, кто играет наиволе, поняли, о чем я сейчас говорю. Это был просто полный пиздец. Люди не пробивались. Некоторые просто даже с обычной стрельбы люди не пробивались. То есть, сервер как будто жутко лагал, и, то есть, люди начали бунтовать. Предлагаю, чтобы теперь коптить было, например, Каптуры 1, Каптуры 2, Каптуры 3. Каждый коптит, как он хочет. Какой капт будет, такой и будет. То есть, Каптуры 1 это обычная стрельба, без всяких слайдов. То есть, и каждый может доказать на своей прямой меткой стрельбе, ну, на что он способен. Каптуры 2 это баги, плюс C, вот этот багаюз, который все мы так сильно любим. И Каптуры 3 это просто атмосфера, любовь к нашей любимой игре. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Я всех прошу поддержать меня, подписаться на мой YouTube канал, если вы еще этого не сделали. Обязательно поставьте колокольчик, я думаю, вы знаете уже, как его ставить. И самое, вот это самое, на этот видеоролик главное, это поддержать меня лайком, если вам нравятся эти обновления. Если вам не нравятся эти обновления, можете поставить смело дизлайк. И написать в комментариях, какие обновления вам понравились, а какие нет. Согласитесь, обновления, они масштабные. Это обновления, больше связанные с командами, да? То есть, что, сложно было меня выслушать? Просто это некрасиво, когда тебе человек что-то хочет рассказать, а ты говоришь, что это наша работа, все, иди нахуй. Поймите, если человек хочет что-то улучшить, но вам это неинтересно, вам похуй на все, просто выслушайте хотя бы его, ему будет приятно. И скажите ему, мы вам перезвоним. И все. Просто даже было впадлу выслушать, понимаете? То есть человеку не было интересно, что я хотел предложить. Я к данному спецадминистратору никаких претензий не имею, к скритерам тем более не имею претензий. Просто я хотел сделать этот видеоролик и доказать то, что обычный игрок может также посоветовать какие-то хорошие обновления, а не только это ваша работа. На этом все. Еще раз всем спасибо. В этот раз я не упаду. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok